Друзья, вышли прогуляться. Сегодня хороший вечер. Уже, наверное, сколько? Фактически девять часов вечера. Хотим показать вам Дерибасовскую, как она сейчас выглядит. Вот смотри, какая красота. Здрасте. Это что у вас такое? Это продаете, да, букеты? А сколько стоит букетик? Букетики с одни розочками, от вас 150, а с тремя розами по 200. Субтитры создавал DimaTorzok Действительно, в этом году очень много туристов. По сравнению с прошлым годом, да, позапрошлым, туристов увеличилось. Причем много иностранцев, европейцев. Вот это вот у нас слева ярмарка, да, ярмарка еды. Ну, здесь, да, выставляют бизнесмены, мелкие, свои закусочные. Здесь предлагают покушать разную абсолютно кухню, итальянскую, японскую. Вот, покажи, справа... Я, правда, не знаю, что показывать. Я компот вообще не люблю, на самом деле. Я тебе скажу, что очень хорошее заведение. Есть оно в районе железнодорожного вокзала. Мне не нравится компот. Друзья, в общем, справа заведение компот. Я не знаю, я лично там был, мне вообще не понравилось ни кухня, ни атмосфера, ни обслуживание. Кстати, новый компот открылся на маршала Жукова. Поэтому мне не понравился. Кстати, даже я помню, что Фреймут приезжала. Я не знаю, видела ли ты или нет. Фреймут приезжала, делала обзор, в общем, компота и там и тараканы, и мыши, что только они находили. Поэтому такая антиреклама, конечно, компота. Не знаю, может, заказной какой-то обзор делался. Ну, в общем, как так, можете посмотреть. После этого обзора мне, в принципе, расхотелось ходить в компот. Сейчас мы подходим к горсаду. Горсад, по-моему, не менялся за последние 10 лет, да, вообще? Сколько я вот так могу видеть. Сколько мы сюда приезжаем? Единственное, что фонтан здесь сейчас увидите, какой он красивый. Но людей на самом деле еще много. Вот сейчас вечер, 9-й час вечера, обратите внимание, люди сидят в кафе. Люди гуляют по аллее. Люди гуляют по этой брусчатке одесской знаменитой. Уточки, но... Вот кинотеатр Уточкина, всем известный, става. Кстати, он что, работает? Он же как в столовой работает, помогут. Он работает. Работает как кинотеатр? Серьезно? Вот экскурсия у нас. Он заканчивает дыermи, кружалки. Я тут виден какого. Он стоит согласиться на тревогу. Вот видите, вот появился вопрос. Вот пошли к ним. Низ офис. Потому что... Люди, конечно, там много. Друзья, это горсад, тоже место встречи молодежи, местных, здесь любят гулять туристы. Здесь вот, там вот, если сейчас мы подходим к фонтану, очень красивый фонтан, он поющий, мало того, видите, он подсвечивается, сейчас мы к нему ближе подойдем. Здесь в районе горсада, конечно, мы, как правило, не находимся, мы никуда не посещаем, ни закусочные, ни рестораны, потому что здесь, ну, как правило, очень шумно, и нам больше по душе, конечно, кухня более такая вот домашняя, там, где детская, там, где есть детское меню. Ну, потому что в ресторанах, как правило, его нету. Мы погуляли здесь в лагере, мы здесь гуляли. Леонид Утесов, от Благодарной Одессы. Вот место фотографирования, наверное, самое популярное в Одессе. Да, кто следующий? То есть очередь, как правило. Вот, кстати, мороженое, можно подойти спросить. Я думаю, не менее будет вкусно, чем в Младональдсе. Мороженое... Я потом куплю Младональдсу. Мороженое собственного изготовления. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Никакие вот для детей вот все были. Вишня, клубника, смородина, голубика, эскимо. Вишня, клубника, смородина, голубика, эскимо. Нет, не даем. Эскимо. Может, возьмем одно, попробуем? Кто его изготавливает? Киевская область, Белоцерковский район, молоко от фермеров. Ну, реально из молока, да? Реально, да, на 100%. Не порошок, ничего? Не порошок, не кажется. Вот натуральный продукт, да? Это завод, мини-завод или это... Да, это ферма и завод изготавливает из натурального молока. Ферма большая? Да, достаточно. Точно ее плачать не скажу. А сколько мороженого? Надо попробовать. От 25 до 35 грин, зависит от. А это эскимо, да? А это мороженое. Вкусно стоит взять из-за нежного, да? Эскимо пломбир, эскимо шоколад. Так, друзья, ну что, пробуем эскимо. Вкусно. Чувствуется, что не порошок из Макдональдса. Ну, говорят, что, ребята, что из молока. А это голубика. Мне очень нравится. Дай попробовать. Мне нравится, что большой штаканчик полный. А сколько здесь? 80 грамм, да, вот в этом? 140. 140, да? Видите, фонтан, а дальше куполообразное такое строение. Там зачастую концерты проводятся. Выступают музыканты. Играют живую музыку. Очень красиво. Не знаю, вот сегодня будет что-то. Если будет, то останемся, покажем вам. Ну, и фонтан, видите, я не знаю, музыкальный или нет? Музыкальный у нас фонтан? Да, нет. Нет? Музыкальный он играет, нет? Не знаю. Не знаю. Так, друзья, давайте подойдем. Находимся в районе Горсада. Посмотрим, сколько стоит. Ресторан Jardin. Смотрите, устрица, штука 92. Это у нас Украина. Печеная устрица не интересует. Лобстер на гриле 290. Бульон из цыпленка 99. Что у нас еще здесь интересное? Паста, ризотто. Вот, кстати, баранина с розмарином 210. Стейк грибай 281. Что еще? Шашлычка здесь нету моего любимого. Из баранины есть только, вот смотрите, баранина с розмарином. Ну и рыба с стейки с камболы 225 за 100 грамм. И стейк в осоще 387. Вот, смотрите, паста 376. Ресторан у нас Jardin. Тоже одно из самых популярных из таких козырных мест, где люди любят отдыхать. Выходим с Горсада. Вот это вот здесь Горсада. Выходим с Горсада. Вот, смотрите, вот вход. Такие ворота. Пятиметровые, наверное, с гербом Одессы. Вот, смотрите, какое движение. Сколько автомобилей вообще. Со всех городов, с разных стран, соседних. Евро номера. Здесь, кстати, дворец бракосочетаний. Справа. Ну, он называется просто ЗАГС. Он не дворец бракосочетаний. Кстати, напишите в комментариях. Может быть, кто-то вас смотрит из местных. Может быть, кто-то сочетался браком именно здесь. Здесь, в районе оперного театра. Вот гостиница Моцарт. Вот это вот, покажи. Очень хороший отель. У них там салон. Салон красоты. Друзья, гостиница Моцарт. Видите, здесь находится один из самых дорогих отелей города. Здесь вот оперный театр. Подходим к оперным театрам. Кому, кстати, интересно, что сейчас показывают в театре. Какая программа. Может быть, мы подойдем, покажем. Да, может быть, людям интересно. Смотрите, какая у него архитектура. Еще сотни-сотни лет можно будет просто наслаждаться этой красотой. Обратите внимание. Давай подойдем, людям интересно. Смотрите, на сентябре у нас Белоснежка из 7 гномов. Дон Жуан Моцарта. Евгений Онегин. Мадам Батерфляй Пучини. Маскарад, Турандот, Кармен, Дон Кихот, Лебединое озеро. Вот там, смотрите, отель Моцарт, там у нас ЗАГС. Самый популярный здесь в городе. Все стремятся именно сочетаться в этом ЗАГСе. Конечно, красавец, оперный театр. Они какие-то ручные или это... Не знаю, нас попросили присмотреть, но вообще да. Ручные, да? Да, это ручные. А, да? Красавцы. А как они отличаются, девочка, от мальчика, знаете? Ну, вот это вот девочка, а тут дальше мальчика. Они все равно мальчиков круглые. Больше, да, мальчики? Ну, логично, да. Девочка, а вот мальчик. Да, да. А как это дерево называется? Как дерево? Я не знаю, как оно называется. Это плакующее дерево, оно как называется, непонятно, да? Вы бы видели его весной. Оно вечно зеленое? Нет, нет. Типа акации потом распускается. Но когда оно голое стоит, это вообще произведение искусства. Оно покрученное вот такое. Как величиной бонсайи. Да? Сейчас оно не видно, что оно покрученное. Да. Они вот там, вот эти деревья, вот там, вот это. Но когда они голые стоят, это просто произведение искусства. Да. Вокруг гуляют экскурсоводы в окружении людей, туристов. Поэтому постоянно можно постоять, сделать вид, что ты один из участников группы, послушаешь что-то интересное за город, за Одессу. Вот смотрите, еще один фонтанчик у нас. Опять же, разноцветный. Очень тоже популярная площадь. Ну и вот эти вот многолетние, видите, плакучие деревья. Кстати, кто знает, как они называются, напишите в комментариях. Юнь. Вот смотрите, какая она. Ассоль. Это вы Ассоль или кто? Деньги кто, она дедушка. Деньги корзинка, да? Такая прекрасная дама, видите? Все напротив фонтана, там дежурят полицейские. Потому что карманников здесь очень много. Если вы где-то прогуливаетесь в качестве туриста, либо местного, знайте, что вы находитесь в Одессе. В кармане держать что-то опасное. У меня постоянно кошелек между рукой и телом зажат и крепко, потому что очень часто воруют. В моих глазах постоянно кто-то что-то ухода вытягивает. Постоянно хватаю за руки, потому что знаю, как это работает. Особенно, если вы идете по шкодному переходу, как правило, они сзади вас догоняют. Один справа, один слева. Ну и, конечно, работают, ребята. Здесь вас же сзади. Ух ты, это что, вы чехол делаете для телефона? А сколько стоит такая работа? 100 гривен, да? А как долго держится, если его тупость? Около полугода, если лаком покрою, то вообще пока не сотрим. А, вообще пока не сотрим, да? А какой, ну, то есть сам рисунок, кто выбирает? У вас есть каталог какой-то, да? Вы выбираете его, допустим, картины, можно выбрать любую картинку, только без персонажа. Так, друзья, ну что, выходим на Приморский бульвар, на Думскую площадь. Вот там, как правило, место встречи скейтбордистов, людей, которые катаются на роликах, я не знаю, роллеров, как они называются. Давайте посмотрим, что у нас. Санкт-Петербург, 1493. Генуэ, 1706. Брест, 805. Кстати, Бресту, привет всем, кто из Белоруссии. Она смотрит, большой привет. Привет, что еще здесь у нас? Валенсия, Монстанса, Стамбул, ребята, 620 километров. Совсем недалеко, по морю, наверное, даже ближе будет. Кстати, Волгоград. Всем, кто с Волгограда меня смотрит, тот же большой привет. 1500, 1055 километров. Расстояние от Думской площади Одессы. Прогуливаемся по Приморскому бульвару. Здесь вот такая ярмарка. Предлагают всевозможные бюджетерии, сувениры, орехи, сухофрукты. Ну, в общем, живет, видите, живет у нас Приморский бульвар, живет у нас Думская. Самое интересное, что мы рассчитывали сегодня прогуляться в тишине, пройтись, подышать воздухом морским. А получается, что ходим, видите, в таких человеческих пробках постоянно. Памятник Дюху. Так, ну и здесь сейчас, конечно, будет шумно, потому что сцена. Монтируют сцену, проверяют звук. Видите, внизу уже панорама морского вокзала открывается. Здесь еще очередное место фотографирования. Вот, видите, Дюх Деришелье. Друзья, Герцогой Мономер Деришелье, управляющему с 1803 по 1814 год Новороссийским краем и положившему основание благосостоянию Одессы, благодарные к незабвенным его трудам жители всех сословий сего города, губерний Екатеринославской, Херсонской и Таврической, воздвигли памятник сей в 1826 году при Новороссийском генераль-губернаторе Графе Воронцове. Друзья, посмотрите, как красиво. Морской вокзал. Раньше это был отель Кемпинский, вот тот, видите, сейчас это отель Одесса. По-моему, он уже не функционирует. Вот тот отель был частью сети мировой Кемпинский, но потом приехал собственник, посмотрел, в каком состоянии находятся номера обслуживания, решил исключить из сети, поэтому сейчас этот отель уже не функционирует. Прогулялись и по Дерибасовской, прогулялись возле оперного театра, по Лонжероновской. Хотели сказать, что, конечно, атмосфера в Одессе отличная. Вот, смотрите, живая музыка играет, люди отдыхают. Мы тоже прогулялись, тоже получили позитива, набрались. Потому что неделя была такая достаточно непростая, да. Всем желаем отличного вечера, дня, утра, что у вас там. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Напишите, кстати, в комментариях, откуда вы нас смотрите и куда бы вы хотели, чтобы мы отправились. Мы обязательно сделаем вам обзор этих мест. Как часто приезжаете в Одессу? Кстати, напишите в комментариях, когда вы были последний раз в Одессе, какие ваши были впечатления, как Одесса изменилась, интересно будет почитать. А вот, а мы вот, видите, возвращаемся.